Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы проводим серию бесед, которая называется «Во свете Библии». Вот православное издание, синодальное, открытым оком. Наш ролик может быть не более как 55 минут. И мне очень сложно вложиться в него, так как у меня громаднейший материал. Я отвечаю не так, как обычно вопрос задают священник, вот две минуты. Ну и ответил, и дальше следующее. Я ответы готовил, у меня такая книга вышла, вот второе издание у меня вышло. Я 40 лет готовил материалы для нее. По строчкам буквально собирал. И отсюда я теперь беру и стараюсь дать другим. Это из патрологии меня. То есть толкование святых отцов 300 томов, фолиантов. Ну в среднем где-то по 800 страниц. Сегодня о крещении. Я никого не убеждаю, ничего. Просто довожу до сведения, что это есть. Потому что то, откуда я беру источники, ну просто трудно достать. В библиотеках не найдешь. Это иметь надо где-то доступ к большим государственным библиотекам, вплоть до президентской. Особенно это касается тех, которые нарушают правила крещения. Я умышленно не называю здесь слова такие, как патриархия и прочее, потому что начинают прям привязываться. А почему именно мы? А что в греческой лучшей церкви или у Финляндии нет? Просто сами на себя смотрите. На суде Божьем нам не придется на кого-то показывать. Итак, что такое крещение? Я многое буду засчитывать. Для того, чтобы человек мог сказать, что он крещен, требуется всего только два каких-то фактора. Чтобы у него была вера во Христа, что Христос умер за него, лично за него пролил свою причистую кровь в оставление его грехов. И второе, он принял его как спасителя и скупителя, раскаялся, и после этого, по-православному, троекратное должно быть погружение в воду руками истинного священника, у которого есть хератония до апостольских времен. Далее я зачитываю. Крещение из таинства, в котором верующий при троекратном погружении тела в воду с призыванием Бога Отца и Сына и Святого Духа умирает для жизни плотской, греховной и возрождается от Духа Святого в жизнь духовную и святую. Так как крещение есть духовное рождение, а родится человек однажды, то это таинство не повторяется. Это взято в кавычки из православного катехизиса. Снова кавычки открыты. В конце я скажу, кому принадлежат эти слова. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть Дух. В крещении человек ощущается от греховной скверности, освобождается от рабства страстям и рождается для духовной жизни. Необходимость таинства крещения тесно связана с присутствием греховной порчи в человеке. Человек появляется на свет с природой, уже поврежденной грехом. С годами грех, как некое злокачественное растение, растет, усиливается в человеке. Этим все больше и больше порабощает его. Все потомки Адама рождаются в грехе. Вот я в беззаконии из-за чатого грехе родила меня мать моя. В салон 50-й, 7-й сих. Кто родится чистым от нечистого? Не один. Ио 14-й, 4. Ибо неверующий муж освящается женою верующую, а жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. 1 Коринфянам, 7-й, 14. Даже Мартин Лютер это место толковал так. А почему святы? Потому что одна половина верующих принесла детей к окрещению. В крещении же грехи омываются, прощаются. Покайтесь и докрестится каждый из вас своими Иисуса Христа для прощения грехов. И получи дар Святого Духа. Для. Деяние 2, 38. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись. И омой грехи твои. Призвав в имя Господа Иисуса. Деяние 22, 16. В крещении грехи прощаются. У сектантов, у всех совершенно превратное понятие. У них грехи прощаются в покаянии, а это только обещание Бога доброй совести. То есть, ну, образно сказать так, диплом получили, а значок когда-то мы получим. Здесь наоборот все. Там креститесь для прощения грехов. И здесь стань, крестись и омой грехи. Хотя, Павла уже она не назвал братом. Крещение спасает. Я выделяю слова. Спасает. Внимание. Так и нас ныне подобное всему образу крещение, не плотской нечистоты омытия, но обещание Бога доброй совести, спасает. Воскресением Иисуса Христа. 1 Петра 3, 21-22. Крещение было уже в Ветхом Завете прообразовано. Потому что Ветхий Завет это тень будущих благ. Чем? Обрезанием. Восьми дней от рождения, да будет обрезан у вас в роды ваши, всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и куплен за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего племени, семени, непременно, да будет обрезан рожденный в доме твоем и куплен за серебро твоем, и будет завет твой на теле вашим заветом вечным, не обрезан из-за мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей восьмой день, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой. Бытие 17, 12, 14. Вот откуда у православных крещение детей. Потому что оно прообразовало и восьмой день. Истребится душа, это все переходит здесь. А почему говорят, это прообразовано в обрезание? Вот почему. В нем, во Христе, вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещение. Прямо показывает. В нем вы и со воскресли веру и в силу Бога, который воскресил его из мертвых. Колоссинам 2, 11, 12. Вот поэтому и крестят детей. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Деяние 2, 39. И такими были некоторые из нас. Но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. 1 Коринфянам 6, 11. Омылись, ибо все мы одним Духом крестились в одно тело. Ну, тело это церковь. Без этого нельзя войти в церковь. Иудеи или ели, на рабы или свободны, и все напоены одним Духом. 1 Коринфянам 12, 13. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Он сказал, какие слова? Ну, креститесь, покатитесь, креститесь и получите Духа Святого. Деяние 11, 14. Когда же крестилась она и домашняя ее? Деяние 16, 15. О необходимости крещения детей учили кто? Климент Александрийский, Григорий Богослов, Ориген, Иоанн Златоуст, Амбросий Медиаланский, Блаженный Августин, Блаженный Феодорит, Деянисий Ариапагид, Ириней Леонский и многие-многие другие отцы Вселенской Церкви. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы совершили, а по своей милости банию возрождения и обновления Святым Духом. Титу, 3, 4, 6. Банию. Это крещение. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. А не крестившиеся, ясно, что не облеклись. То есть, они явятся в небрачной одежде. Галатам, 3, 27. Господь Сам Христос установил таинство крещения после Своего воскресения из мертвых, когда Евишний сказал ученикам, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына, и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Матфея 28, 19, 20, Марка 16, 16. Повторяю еще раз. Петр говорит, покайтесь, и докрестится каждый из вас своими Иисуса Христа для прощения грехов, и получи дар Святого Духа. Деяние 2, 37, 38. Мы, крестившиеся из Иисуса Христа, в смерть Его крестились. Мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскресся из мертвых, слава Иосифа, так и нам ходить в обновленной жизни. Римом 6, 3, 4. Вот даже внешне крестят вот у сектантов абсолютно неправильно. И откуда они это взяли, я со многими разговаривал, я все-таки 50 лет тружусь среди разных сектантов, ну и раз спрашивал, скажите, а на каком основании вы крестите так, что кладете его на взднещ? Ну, пусть не обидятся, я образно просто покажу. Вот книга какая-нибудь, вот такая книга, и вот этот человек, и вот у сектантов делает вот так, вот человека опрокидывает на спину, он лицом кверху. Это положение во гроб. Все люди умирают по-разному, а кладут в гроб одинаково. А стоя умереть никто не может, не будучи привязанным. А мы крестились в смерть Христа, в смерть, не положение во гроб, который стоял прибитый. И он умер, поднимаясь, вздыхая и опускаясь. Вот он поднялся, опустился. И в православии так, поднимается человек, опускается, священник снова, человек подгибает колени, садится во имя Отца. Аминь, Сына, Аминь, и Духа Святого, Аминь. Не надо говорить, что это никакого значения не имеет. Имеет. Обрезанно или не обрезанно, крайняя плоть, можно ухо резать, но это не будет считаться обрезанием. Дабы в точности исполнить. Слово точность в Священном Писании имеет только положительный смысл. Только. Виновный в одном, виновен во всем. Даже самое малое нарушение уже не действительно. Ну попробуйте, что вместо вина, в причастии будет не вина, а морс, квас какой-то, или спирт, или водка, пиво, ничего не будет. Бог установил, и нам не надо говорить, бывает воды нету, а можно там много масла, в масло человек погрузиться. Не может. От воды и духа. Иные говорят, песком присыпать. Глаза песком засыпают друг другу. А может свиньями. Да может чем угодно. У человека вода отовсюду исходит. От воды и духа. Дальше мы будем смотреть, как Господь учит. Кто крестится, тот погружается в смерть Христова в очистительную силу крестных страданий. В Священном Писании в Библии духовное рождение называется еще первым воскресением. В отличие от второго физического, которое произойдет перед концом мира. Вот он, блаженный святый, имеющий участие в воскресении первым. Тысячелетнее царство началось при Голгофе и закончится за 3,5 года до пришествия Христа. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончено тысячи лет. Это первое воскресение. Откровение 25 стих. Крещению всегда предшествовало ознакомление с верой. Этот период оглашения продолжается от 3 до 5 лет. Согласно правил, согласно житий святых. А не так, что пришел, заплатил деньги, и ты крещеный. Нет. Дальше кавычки открываются. Тайна крещения есть дверь Божией благодати. Если не крестимся, даже кровь Сына Божия не спасает нас. Если же крестимся, получаем оставление грехов, становимся призванными ко всему закону христианскому, в особенности благоговейному причащению тела и крови Христовой под видом хлеба и вина. Кавычки закрыты. Святой Дмитрий Ростовский. Снова. Во-первых, это таинство уничтожает все грехи. В младенцах первородные, во взрослых и первородные, и произвольные. Во-вторых, воссозидает человека и возвращает ему ту праведность, которую он имел в состоянии невинности и безгрешности. Это православное исповедание. Если кто добр по делам, но не получил запечатление водою, не войдет в Царство Небесное святой Кирилл Иерусалимский. Никто не входит в Царство Небесное иначе, как только через таинство крещения святой Авросим и Диаланский. Снова. Кавычки. Вы должны познать, каким путем можно достичь отпущения грехов и получить надежду наследия благ обетованных. Другого пути к этому нет. Кроме того, чтобы, познав Христа и омывшись крещением в оставлении грехов, начать потом жизнь, безгрешно Иустин философ. Пришел Господь и ту славу и свет, какие погубил Адам преступлением заповеди, возвратил ему крещением Ефрем запечатлевая душу, чтобы нам приступить к Богу с сердцем окропленным и телом омытым чистой водою. Кирилл Иерусалимский. Это все в кавычках. Все это взято из трудов этих святых отцов. Что для Христа Господа были гроб, крест и гроб, то для крещаемых и есть крещение. И как Христос умер плотью и воскрес, так и мы умираем в греху и воскресаем для добродетели силой Божией. Симеон Новый Богослов Великое Таинство Крещения совершается тремя погружениями и тремя призываниями, чтобы и образ смерти отпечатлелся в нас и просветились души крещаемых через предание им Боговедения. Святой Василий Великий Не призирая врачества заклинания перед крещением, не рабщина его продолжительность и это есть испытание искренности, с какой приступаешь к крещению. Григорий Богослов Отрекаясь от сатаны и всех дел его Каких дел? Блуда, прелюбодеяния, нечистоты, лжи, воровства, зависти, гадания, ворожбы, раздражительности, гнева, хулы, вражды, ссоры, ревности. Отрекаясь пьянством, бесовских песен, вызывания духов, нет и времени перечислять все. Отрекаемся всего именуемого худым, что ненавидит Бог. Ефрем Сирин. А если не отрекаемся, крещение недействительное, потому что многие будут указывать на тебя, да какой же это христианин, язычники будут смеяться, говорит Иоанн Златоуз. Кавычки открыты. Когда мы крещаемся, душа наша, очищенная духом, с большой буквы, делается светлее солнца, и мы не только бываем способны смотреть на славу Божию, но еще и сами получаем от нее некое сияние. «Как чисто серебро, лежащее под солнечными лучами, так и душа, очищенная духом Божиим, принимает лучи от славы духа и отражает их в себе». Иоанн Златоуст. Крещение, принявшее в младенчестве и недостойно прожившее всю жизнь, будут иметь большее осуждение, чем некрещенное, как поругавшее святую одежду Христову Симеон Новый Богослов. Крещение на нашем, то есть в русском языке, созвучность крестом, счастливое созвучие, ибо хотя видимое действие крещения есть погружение, но существо его есть сараспятие Христу на внутреннем духовном кресте. Епископ Феофан Затворник. И везде погружение. О том мочении лба, лба, как делают, нигде не написано. Нигде. Это обман. Этих людей никогда не считали закрещенными святые отцы. Просто приравнивали их как к некрещенным. Кавычки открыты. Христианин, помни обеты, данные не человеку, но Богу при святом крещении. Страшно солгать Богу. Бог поругаем не бывает. Взыщет он с тебя обеты твои, когда позовет тебя к себе на суд. Там ты увидишь, кому ты солгал, не сохранив обетов своих. Вспомни их ныне и покайся, и твори дела, достойные твоих обетов. Как? Служить Богу доброй совести. Это моя вставка. Чтобы не сложить явиться на суд и не разделить участь с лживыми, Должен христианин, как обновившийся Божией благодатью, к лучшему стремиться, расти во Христе и приходить в мужа совершенного. Эфистианам 4.13 Но он в худшее впадает и делается зле язычника и идолопоклонника. Такому крещение будет вообличение в день суда Христова, если не покается и не исправится и не омоет сквер своих с окрушением сердца и слезами. Кавычки закрыты. Святитель Тихон Задонский У тебя есть младенец? Не давай времени усилиться повреждению. Пусть освящен будет во младенчестве с малых ногтей посвящен духу. Ты боишься печати по немощи естества как малодушная и маловерная мать. Но Анна и до рождения обещала Самуила Богу и по рождению вскоре посвятила и воспитала для освященной Ризы не боясь человеческой немощи Бога. Григорий Богослов Из Икииля 36 25 Я окроплю вас чистой водою и вы очиститесь от всех скверн ваших и от всех идолов ваших очищу вас. Далее кавычки открыты не станем называть детей именами случайными но именами мужей святых просиявших добродетелями но только на эти имена пусть не надеются ни родители ни дети потому что имя без добродетеля не приносит никакой пользы. Иоанн Златоуст Уверовавших в Бога и крестившихся должны точно быть готовыми терпеть искушения и от своих домашних ибо кто не готов к этому тот припасивший внезапно опасности легко приходит в колебания Василий Великий Я сам не раз слышал как говорят у меня дома было все нормально но приняла крещение муж как взбесился или наоборот я говорю почему ты развелся жена говорит ушла от меня почему потому что верующий ее спрашивает на работе Рита что ты развелась ты же говорила мужик хорошо зарабатывает а где он работал ну он работал в КГБ в КГБ работал ну и что верующим стал какие-то читать книги божественные ушла да дура же ты да я уж сама поняла что дура какого мужика стал муж богатырь чемпион по поднятию тяжести не пьет он пьет нет курит нет бьет не бьет и ушла от чего ушла конечно он свободен вот об этом Василий Великий нам и говорит Семен Солунский именует крещение вторым рождением Григорий Назянзин крещение называет новым рождением из купели крещаемый при погружении становится не только лицом на восток но и должен быть весь на говорит Семен Солунский тогда крещаемый вводит в свободу весь ноги как и родился и как был создан святой Дионисий говорит священно начальник стоя над ним над крещаемым при возглашении его имени трижды погружает в воде его призывает три поста и божества при троекратном погружении и возглашении крещаемого из воды выходящего из воды одевали во всю белую одежду святой Кирилл Русалимский говорит совлекся ты одежд ветхих и облегся в белые потому ты принял белые одежды чтобы они были знаком того что ты совлек себя покрывало грехов и облегся в чистые белые одежды оправдания говорит святой Амвросий новая скрижаль страница 379 итак что же требуется для крещения вера и вода для полного погружения если воды нет а там щашка какая-то отойдите требуйте полного крещения полного погружения без вот этих двух факторов это обман люди приходят деньги заплатили обман это все подмена от сатаны святые Ацы об этом говорят сегодня нет у нас ни первого ни второго без веры и без воды множество пастухов испортили мой виноградник и стоптали ногами ущасток мой любимый ущасток мой сделали пустой степью Еремея 12.10 это говорится не к пастухам а к пастырям о вес духовных истреблен будет мой народ за недостаток ведения так как ты отверг ведение то и я отвергну тебя от священно действия передо мною и как ты забыл закон Бога твоего то и я забуду детей твоих ося 4.6 речь идет о священниках и о его детях то и крещеные которые они называют его отец отец там Василия отец Иоанн Бог говорит я забуду их они не мои дети почему ты не учил за недостаток ведения а вы не спрашивай ну батюшка знает но знает он и знает за себя ответит слепой-то слепого ведет куда попадут они в какую яму что-то за яму это ад кромешный и бесконечный крещение должно быть только с погружением будьте очень внимательны дослушайте это заповедь Христова слово крещение в оригинале стоит погружение баптизанта с другого перевода вообще не существует и где стоит слово крещение в Евангелии везде стоит погружение погружение другого перевода вообще не существует всюду где стоит это слово там и нужно его ставить когда спрашивают нас где это слово написано погружение где написано крестить там это Символ в крещении. Что означает? Погребение. Мы погреблись с ним крещением в смерть. Рим на 6.4. Погребение во всех народах означает сокрытие сглаз. Если тело остается на виду, не скрыто в земле, значит человек не погребен. А как сейчас? Стоит одетый, его ладошкой мокрой по голове. Ну где он погребен? Где? На капельном полу? Он погребается в воде, Кирилл Усталимский говорит. Никому не надо верить, потому что за нас никто на суде Божьем не будет отвечать. Речь касается вечной жизни. Если человек не скрывается в весе в воде, он не погребен, значит не крещен. Крещение обозначает тридневное пребывание Христа во грубе. Кирилл Усталимский во втором тайноводственном слое в этом смысле растолковывает этот стих. Рим на 6.4. В погружении, как в ночи, ничего не видно. А при изникновении, выныривании из воды, снова как бы стали пребывать во дне. Если кто в болезни просвещен крещением, то не может быть произведен быть во пресвитера, ибо вера его не от произволения, но от нужды. То есть, заболел, скорее, скорее крестить. Его после этого в священнике ставить нельзя. Разве только ради после открывшейся добродетели и веры, и ради скудости в людях достойных. Неокисарийское правило, собор, 12 правило, то есть обливанцев в болезни не возводить пресвитера. Дальше. Это канон. Если кто, епископ или пресвитер, совершит не три погружения, да будет извержен апостольское правило, 49-50-е. Так спрашивается, а где тогда священники в большинстве своем крестят? То есть не крестят, лубы только мочат, по-латынски. Я не пишу правила. Вы сами уже, я открываю, а вы считайте. Эти правила никто не отменял. Я скажу, что старобрядцы, беспоповцы, поповцы ни разу за 350 лет ни одного без погружения не крестили. Ни одного за 350 лет. А эти их было до 5 миллионов. Возьмите, даже сектанты, все до единого, баптисты, адвентисты, все неправильно крестят, но погружают воду, погружают все до единого. А почему теперь тут так делают? Ты я ответ дам здесь. Он уже дается. И дается не кем-то, а святыми мужами веры. Отцы церкви говорят, Василий Великий, великое таинство крещения совершается тремя погружениями. И равным им по числу призываниям отца, сына и святого духа. Чтобы образ смерти Христова отпечатлелся в нас и просветились души крещаемых через преподание им боговедения. Это «Богословские труды», такой журнал «Москва», том 10, страница 142-145. И о Святом Духе, глава 27, святой Иоанн Златоуст в 9 томе, в толковании на Деянии 10.10, объясняет троекратное понимание сосуда в виде полотна с животными, птицами, пресмыкающимися, что это означает троекратное погружение крещаемого в воде. Тертулян, трижды погружаемся, как Господь определил в Евангелии. Это о венке воина, глава 3. И в крещении, тема крещения, о троекратном погружении он же говорит. В послании апостола Варнавы. Написано не им, но текст древнейший, саторов века. Мы входим в воду, отмеченные грехами и нечистотами. Выходим же из воды, плодоносящими в сердце. Глава 11, это же говорит Климент Александрийский, Педалион. Книга 3, глава 1. Апостольские постановления, 3 век. Книга 7, глава 16. Кавычки. Потом епископ или подчиненный тебе пресвитер, произнося над ними поименно, священное призывание Отца и Сына и Святого Духа, погрузи их в воде. Иоанн Златоуст, беседа 25, на Евангелие от Иоанна. Кавычки. Когда мы погружаем свои головы в воде, как бы во гробе, вместе с тем погребается ветхий человек. Потом, когда мы восклоняемся, выходит новый человек. Григорий Низкий. Слово на крещение Господне. Как Спаситель был сокрыт в земле, так и мы скрываемся в воде троекратным погружением. И волную. Метрополит Киприян, 14 век, говорит так. Крещение же святое, творите така. Не обливать водою, как латиняне делают. Но погружайте в реке или в сосуде чистом, установленном на сие. Это из письма к Афанасию. Далее. Пятая причина. Требник. При рукоположении все дают обет. Никогда ничего произвольно не менять из установленного святыми отцами, святыми соборами. Почему? А иначе что у нас будет, если каждый будет произвольно что-то делать? Крещается Раб Божий во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святого Духа, аминь. На каждом приглашении, не изводя его, и возводя из воды. Москва, 1979 год, 51 страница, настольная книга священнослужителя. Том 4, страница 229-232. И говорится четкое погружение. Что внешним образом мы выражается погружением, крещаем о воду. Мы спогребаемся Христу, погружаясь, мы как бы скрываемся от мира и перестаем для него существовать. Выходя из воды, мы воскресаем. Настольная книга священнослужителя, Московская патриархия, том 5, страница 250, Москва, 1986 год, по благословению патриарха Пимена. Еще показывает, что выходя из воды, мы воскресаем. А погружаясь, исчезаем для мира. Потому люди все и мирские, так и ведут себя, как безбожники. Потому что не было погружения. Причина-то известная какая. Неправильно допустили. Он ничего не знал, не научены. И ничего не было, кроме кощунства. Самое настоящее святотатство. Похищение святости от таинства. Дальше на Руси, как было раньше и как стало нынче. Полное погружение. В 1274 году Владимирский собор, очень авторитетный в истории Русской Церкви. Запрет на обливательное крещение. Только погружение. В 17 веке при патриархе Филарете, 1618-33 год, обливанцев перекрещивали. В 17 веке греческая церковь заняла резкое отношение к латинянам, католикам. После Константинопольского собора 1736 года, католиков стали перекрещивать. А одна из причин – обливание у католиков. Откуда мы это все узнаем? Богословские труды, юбилейный сборник, 300 лет. Москва, 1986 год. Обливание – ересь. Кроме тех исключительных случаев, это три, три случая, когда без погружения. Первое – в тюрьме. То есть нужно раздеть и ведром облить. Он должен полностью раздеть. Обливание – это тоже надо раздеться. Три ведра на него вылить. Или сколько там в адрес. Второе – на адре болезни. Попытаться раздеть его. Третье – в степи при плене. Священники, произвольно совершающие обливание, должны быть извергнуты, если не прекратят эту погибельную практику небрежения, как призывающую не благословение, а проклятие Божие. Проклят, кто делал Господне, делает небрежное. Иеремия 48, 10. Но это разве не дело Господне? Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь, если не примете к сердцу, говорит Господь Савов, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваше благословение. И уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Малахия 2.1.2. Стоглавый собор русской церкви. 1551 год. Глава 17. А детей выкресили в церквах по уставу и по преданию святых апостолов и святых отцов. А не обливать водой, но погружать в три погружения, как написано в печатных служебниках. А так, и так погрузив крещаемого, помазывает его святым миром и обречет его во все новое, прежде взявши его за руку преемнику. И поет Иерей. Блаженный им же отпустишься беззаконие, им же покрышись от грехи и прочее. А ком бы был один мужеско пола, а другой женского. Больше того не подобает. Санкт-Петербург, 1863 год. Стоглав Императорской Академии Наук. Далее. Требник Петра Могилы. 17 век. Допускал крещение только через погружение. Это подтвердило Московский собор 1667 года. И патриарх Адриан. Вот как описывает архидиакон Павел Алепский. Крещение на Руси. Смотри. Журнал Московской Патриархии. Номер 7. 1985 год. Страница 75. Второй столбец сверху. Первая строка. Более точно уже нельзя показать. Кавычки открыты. Крестили только погружением. Обливание считалось настолько неверным обычаем, что его даже не признавали крещением. И крещенных католиков, и даже православных, украинцев и белорусов, крестили вторично. Взрослых, как правило, нерусских, крестили в реке. После того, как они определенное время обучались молитвам, церковным обычаям, тайнам веры, и 40 дней постились. Стоя в притворе церковного положения оглашенных. Павел Олепский наблюдал крещение в реке. После помазания елеем с крещаемого снимали одежду. Оставляли его в одной рубашке. И священник вводил его в реку. Затем, когда крещаемый достаточно погружался в воду, сорочка снималась, и крещаемый погружался с головой трижды. При помощи пояса, продетого подмышки. Затем его точно садевали полностью во всю новую одежду. Даже обувь и головной убор полагались новые. Священник трижды обходил с ним вокруг купели, стоявшей на берегу. Так кресили в присутствии архидиакона Павла одна же трех мужчин. Мы увидели нечто чудесное. Их лица были черные и мрачные. И тотчас, о удивление, преобразились сияющие светом. Кавычки закрыты. Младенцев кресили в основном в храме, в купеле, с полным погружением, но иногда в реке. Древний текст учения двенадцати апостолов, Дедахи, глава седьмая, это второй век. Кавычки открыты. Что же касается крещения, то крестите так. Прежде провозгласите все это, то есть всему научив. Крестите в живой воде, то есть протекающей в реке, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Если же нет живой воды, крестите в другой воде. Если не можете в холодной, то в теплой. Если нет ни той, ни другой, возлей воду на голову, трижды во имя Отца и Сына и Святого Духа. На голову, значит, и далее на все тело вода стекает, а не так, чтобы его опрокинуть. Вот сегодня по телевизору показывают, и священник прямо зачитывает. Это крещение такое, таинство, в котором человек трижды погружается, трижды погружается. А сам ребенка вот так держит, ноги вверху, ребенок одет и ладошкой погружает его. Я говорю, ты что же делаешь-то? Я стою рядом. Ну, вот так вот я делаю, это как погружение считается. Ну, что сделаешь? Придется отвечать за все это. Мимо, мимо рта ложку ты не пронес, почему-то ты в рот ее занес. Почему-то не считать, что ты принес ее мимо. Воды не было. Я так учил, так понимаю. Ну, я обратился к человеку, он директор большого предприятия. И он мне потом рассказывает. Ну, крестить. Пришлось, ребенка пришел, там в нашем соборе здесь было-то. Ну, и они все подготовили, все заплатил. Я говорю, ну, как положено. Подошел, я качался вперед, а она, служка, выскочила. А что вы смотрите? Так воды-то мало. Ну, у нас так всегда крестят. Нет, я хочу в полное погружение. В полное. Ну, а зачем вам это? Ну, я слышал, что так надо, а я ему все материалы давал о крещении. Она побежала к батюшке. Батюшка заворновался. Ну, я не могу сказать, что нельзя. Ну, это, конечно, правильно. Но воды-то нету. Ну, наносите. Я деньги заплатил. Давайте ведра, я сам схожу. Ну, она же холодная. Ну, пожалуйста, в холодной. Так она мне разрешает в холодной. Ну, нагрейте, я заплачу ей за кипятильник вам. И им пришлось возиться. Конечно, они были недовольны. Но он доволен. Вот вы меня, говорит, как научили-то. Да знаете, на душе у меня до того светло стало. Понимаете как? Надо просить. Священники-то ведь тоже люди. Здесь у нас бывшая полковая церковь. И приезжал патриарх Алексей II. И в этот момент передали от министра обороны. В то время, кажется, Грачев был полковой этот храм. Он назывался Никольский. Теперь отремонтировали и стали делать купель. Ну, я же надоедал всем. И, наконец, они купель сделали. Был такой священник, отец Михаил Капранов. И ко мне на занятия, я вел занятия в университете. Посыльный пришел. И говорят, скажите Игнатию, что мы купель сделали. Так я говорю, не для меня же. Вы все равно крестить не будете. Так и есть, крышкой закрыли, задавили и все. Почему? А потому что на равных. Погружай, не погружай, одинаково таинство считается. А люди даже и не знают. Ну, тебя как? Вы спрашивайте хотя бы. А тебе как с погружением? Или как? Ну, а какая разница? Ну, тут надо дольше было. Знаете, надо целиком развиваться, развиваться. А по-другому как? А по-другому атаку ладошку. Ну, ладно, я тогда на это согласен. То есть, это Филькина грамота. Это профанация. То есть, играет на невежестве народа и топит его в этом. В крещении человек должен возрождаться, а не удушаться его. То есть, я знаю страшные факты. Просто, я не для этого что-нибудь здесь начал говорить. Притом, я знаю конкретно на практике. И когда начинаешь близко со священником каким-то ознакомиться, близко-то, он соглашается, на реку приводит, купели начинают строить. Надо работать. Чтобы намертво уперся, таких не очень много. Это должен, конечно, смотреть за этим архиерей, епископ и патриарх. Какой? Я не говорю, где же это в русской церкви, может быть, в польской. Ну, просто не хватайте меня за слова. А то вы критикуете патриархию. Я ничего слова патриархия не произношу даже. Ради вашей немощи. Я говорю о других каких-то там, в первом веке, которые нарушали это. Примите так. Сегодня, как будто бы, этого нигде нет. Вам это лучше слушать будет. Крещение, погружение, основной практикой с начала христианства было. До 12 века и на востоке и на западе. Это почти бесчисленное число свидетельств. Обливание допускается исключительно, как только при полной невозможности покрутить человек полностью в воду. Это крайняя мера вынужденности и прохождения, я говорил уже где. Готовящиеся к крещениям должны обучаться вере. И в пятый день седьмицы давать ответ епископу или пресвитеру. 6-й вселенский собор, 78-е правило. От языческого жития, пришедших недавно, приступивших к вере, не должно скоро приводить к духовной купели. 1-й вселенский собор, правило 2-е, и ладикийский собор, 45-е. Еретическое крещение не должно принимать. Только приходят из еретиков сектанты, кто бы они ни были. Всех перекрестить надо. Апостольское правило, 47-е. И крещенных еретиками должно перекрещивать. Апостольское правило, 47-е, 68-е. Крещение раскольников, ну, которое староверы там, должно принимать. Василий Великий, правило 1-е. Без сноватого не крестить, пока не освободится и лишь при конце жизни. Тимофей, правило 2-е. Жену оглашенную. Если ко дню крещения приключиться и обычно женам, то есть месячные, не крестить, доколе не очиститься. Тимофей, святой Тимофей, правило 6-е. Приходящих ко крещению тщательно исследовать, ради чего пришли креститься. Житие и нрав их узнавать. При худом свидетельстве о нем господина его да будет отвержен, доколе явится достоин господину своему сначала. Апостольское правило 1-е. А оглашенный 3 лета да получается, если же будет подчалив, то есть усерден, да будет приятен, то есть принят. Не время его смотрим, но обычая. Апостола Павла, правило 14-е. Гангский собор 21-е. Первое вселенское собор, второе правило. По нужде и другим побуждениям человеков, многое происходило в древнее время не по правилам церкви. Но впредь такого ничего не должно быть. Первое вселенское собор, второе правило. Из действующих ныне 719 правил вселенских поместных соборов святых отцов, эти правила должны регламентировать всю церковную жизнь. 413, то есть 57% ежедневно, умышленно, целенаправленно нарушаются и считаются как бы несуществующими. Может ли епископ или патриарх или даже сенот заставить священника поступать вопреки правилам святых соборов? То есть вот так вот, как сегодня, ладошкой только, а не погружать. Никому никогда это не позволено. Вы обращаетесь к 6-му вселенскому собору, второе правило. 7-й вселенский, первое правило. Православные члены клира свободны от подчинения отступившим от православия епископам. 3-й вселенский собор, второе правило. 2-й вселенский собор, правило 15-е. Если епископ уже отступил от этих канонов, его нельзя слушаться, он еретик. Хотя бы назывался православным. Я говорю, где это написано. 6-й вселенский собор и 7-й, их никто не отменял. Древние положили принимать крещение ни в чем не отступающее от веры Господней. Василий Великий, правило первое. Иногда священники говорят, ну вот как-то же крестили одного еврея песком-то. И вот он, значит, может песком крестить и все. Вот песочный эпо. Уже не от воды и духа, а от песка и духа. Так вот я напоминаю, что и здесь тоже ложь. Повсюдную ложь она сюда вкралась. Слушайте, кавычки открыты. Духовный лук называется. Издание Троица Сергиевой Лавры, 1915 год, страница 176. И описан случай, на который любят ссылаться многие мочители лбов. Что несколько, достаточно капли воды, даже слюны или даже песком. Вот как это дело выглядит. Они шли по пустыне, это монахи, и обратили к вере молодого еврея, который потом тяжело заболел. Братья крестили его в кавычках песком, и когда пришли к епископу Дионисию, этот велел крестить крещеного в воде еврея, ни во что признав крещение песком. Дальше это не договаривает, что это крещение, в кавычках, это его не признал епископ Дионисий. Этого еврея, который после крещения уже выздоровел, повелел крестить на Иордан. Если человек не имел достоверных доказательств, что он был в детстве крещен, ну, в детдоме или где, то должен, немало не сомневаясь, принять крещение, хотя бы оно было и вторым. При недоказанности детского крещения. Где это написано? Шестой Вселенский Собор, правило 84. Дословно считаю, кавычки. Последуя каноническим постановлениям отцов, определяемые о младенцах, каждый раз, когда не обретаются достойные свидетели, несомненно утверждающие, что крещеная суть, и когда сами они по малолетству не могут дать потребный ответ о преподанном им таинстве, должно без всякого недоумения крестить их. В таковое недоразумение не лишит их очищения таликой святыни. В Духовном Луге на странице 195, глава 198, описывается случай. Афанасия Великого спросили, можно ли считать крещеным тех, кто не верует на самом деле, лишь притворяясь верующим, и спросил себе крещение по каким-то посторонним обстоятельствам. Мы делали так, 50 человек, которые выходят после крещения, спрашивали, для чего крестился, ни один не ответил. Отец Демитрий Смирнов говорит, за 25 лет еще мне никто не объяснил, для чего они крестятся. Послушайте, отвечает Афанасий Великий, что говорят старцы, когда была сильная смертность, многие без околичностей принимали святое крещение из страха смерти. Блаженному мученику Петру явился некто, видя ангелы, сказал, в кавычки, доколе вы будете посылать сюда запечатанные мешки, но совершенно пустые, без всякого содержания внутри. Вот и все. Пустота. Диакон Филипп сошел в воду с Емухом. Деяние 8.38. Из православного вестника, окружное послание Никипора, архиепископа Славенского и Херсонского, 1754 год. Кавычки. Церковь православная везде и всегда крестила и крестит только через погружение. А что и во всей Малороссии, Украине, прежде таким же образом крестили младенцев, в том нет никакого сомнения. Святой Владимир и царствуя в Киеве, и принял веру, и все обряды церковные у греков заимствовал, которые прежде и теперь крещают через погружение. Странным кажется после этого, что те, которые бели учителей греков, и которых крестили греки, крещаются теперь не через погружение. Впрочем, думаем не без основания, что крестить посредством обливания стали первоначально в Киеве, а потом во всей Малороссии. Такое отступление произошло с того времени, когда униаты завладели киевской митрополией. Вот боятся католиков, а по-католически уже все давным-давно делают. Это католические выкресты. Так назвать можно. И в основном священники эти с Украины и с Белоруссии, почему он сам не крещеный, в римской церкви до XII века крестили посредством погружения, а потом начали крестить не только через обливание, но и через накропление. Из всего следует, что из всех православных одни только малороссы-украинцы, отменив погружение, крещают посредством обливания. А это само подало случая раскольникам обличать нас в том, что мы, пренебрегшие предания святых апостолов, которые без перемены содержатся во всей православной церкви, посредовали обычаю папистов-католиков, которые в числе различных неправильных отменений дерзнули переменить святое крещение. Божественный апостол Павел весьма похваляет коринфянам за сохранение преданной преданий сими словами. «Хвалю же вас, братья, что все мое помните, как я передал вам, и держите предание». 1 Коринфянам 11.2, 2 Фессаллихинсам 2.15. «Способ крещения посредством троекратного погружения из предания апостольское, которое твердо, беспрекословно сохраняет вся православная церковь от времен апостолов, даже до сего дня. А какая опасность угрожает, если что-либо из преданного святому крещению будет опущено? Об этом довольно ясно говорит святой Василий. Беда бывает, когда кто-либо умрет без крещения, или что, когда будет что-либо опущено из преданного при совершении крещения». Кавычки закрыты. «Для чего же мы делаем упущение, это далее, в столь важном деле? Почему и мы не сохраняем его святого апостольского предания, крещения, что из погружения? Да не уклонится сердце моё к изменению дел греховных». Псалом 144, стих 4. «Повинующимся и охотно имеющим исполнить это наше повеление, обещаем Божие благословение, вечную славу и наше пастырское благословение». Православный Вестник, 1989 год, июнь-июль, номер 25-26, страница 12. «И далее, самое удивительное, слушайте очень внимательно, батюшки, проколупайте уши свои. Вы всё время поминаете патриарха какого-то финляндского, болгарского, я не говорю только о московской патриархии, но именно в московской патриархии был такой патриарх, который учил правильно. Алексей II, рейдингер, кавычки открыты. Сейчас крестится много взрослых, и им необходимо создать все условия, чтобы это таинство совершалось в соответствии с апостольскими правилами, через полное погружение. Прошло полтора года с того момента, как я обращался к духовенству, но, к сожалению, положение не изменяется к лучшему. Придётся, видимо, в дальнейшем разрешить крещение взрослых только в тех церквах, в которых имеется баптистерия, чтобы не вызывать нарекания среди верующих, которые считают это строго необходимым. Также многие, 98% священнослужителей, словно не слышали нашего предупреждения. Прежде должна быть катехизация, что она должна совершаться благоговейно, неспешно. Но поступающие жалобы свидетельствуют о том, что крещение совершается небрежно, поспешно, сокращается часто, причём в сакраментальной его части. Всё чаще слышат о нарекании по поводу вымогательств, то есть назначения цен за совершение треб. Такой священник – позор для храма. Священник требует особой платы даже за крещение, венщание, отпевание. Это уже настоящая симония. И к таким священникам мы вынуждены будем принимать меры из канонического порядка. Больше всего поступает жалоб и прошений о приведении в каноническое соответствие совершения православных таинств и треб. В первую очередь, это крещение, совершаемое порой обливанием одной только головы окрещаемого вместо полного погружения. В некоторых храмах сооружена баптистерия для крещения детей и взрослых, но ряд храмов с этим не торопятся, считая, что не следует в таких храмах крестить взрослых, а для кокетизизации направить их в тот храм, где есть баптистерия. Священнослужитель во всем должен быть примером для своей паства. Я уверен, кто пришел в церковь не ради прибытка, а ради служения Богу останется. Многих же мы потеряли, как уже теряем и сейчас. Патриарх Алексей II. Официальная хроника Московской патриархии. Номер 2. 1993 год. Страница 18. Номер 1. 3. 1994 год. Страница 34-38. Из речи на Московском и Парихальном собрании. Даже патриарха не хотят слушать беззаконники, не будучи сами крещенными. Блаженный Фефилакт толкует Колоссянам 2.12. Итак, крещеный спогребается Христу троекратным погружением, изображая трехдневное погребение Господа и умирая, как ветхий греховный человек. Далее. Я в Барнауле сейчас нахожусь. Из решения Барнаульского перхального совета под председателем епископа Алтайского Антония Масендище от 2 февраля 1996 года. Кавычки. Постановили. Начать. Крестить полным погружением во все храмы города Барнаула. Начать. Почему же так и не крестят, а по-прежнему лишь мокрой ладошкой гладят голову и за большие деньги. Потому что провозгласили. Это наше мочение голов равносильно, как и погружение. А если так, тогда для чего и учить погружение. Священники оскверняют святыню, попирают закон. Беззаконник не знает стыда. Они прилежно старались портить все свои действия. Сафония 3.4.7. Когда разрушено основание, что сделает праведник? Псалом 10.3. Покаяние, крещение, это основание. Проклят, кто делала Господне, делает небрежное. И проклят, кто удерживает меч его от крови. Вот она погибель в Дерасире. И разрушение ее. Иеремия 48.10. Десятый член символа веры гласит. Исповедуй единое крещение во оставление грехов. Это значит, что крещение, как духовное рождение, если оно совершено правильно, через троекратное погружение во имя Отца и Сына и Святого Духа, не может быть повторяемо. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь.